Апокалипсис под нашими ногами. Мгновенный взрыв всех вулканов. Представьте себе, по всей планете, от густых лесов до ледяных пустынь, прямо под ногами внезапно начинает дрожать земля, землетрясения от которых не скрыться нигде. В один и тот же момент тысячи вулканов по всему миру просыпаются и буквально взрываются одновременно. Величественная Фудзи в Японии, опасная Сент-Хеленс в Соединенных Штатах, огромный Крокотау в Индонезии, колоссальный Везувий в Италии, а вместе с ними и сотни других известняковых гигантов, скальных монстров и подводных вулканов выбрасывают в небо столбы, пепла и лавы. Поверхность планеты начинает покрываться трещинами, из которых фонтаном хлещет расплавленный камень. В городах, расположенных у подножия вулканов, как Неаполь, Кито, Сиэтл, люди видят огненные облака размером с небоскреб, вырывающийся вверх. Всего за несколько секунд на поверхности Земли начинается цепная реакция мощнейших взрывов. Подводные вулканы выбрасывают в океаны миллионы галлонов горячей лавы, мгновенно испаряя огромные массы воды. Столбы пламени и лавы взмывают вверх на тысячи футов, а вокруг раздаются оглушающие взрывы, мощнее любого ядерного оружия, известного человеку. В некоторых регионах Земля буквально разламывается, а из разломов вырываются клубы ядовитого газа. Некоторые вулканы, такие как Йеллоустоун, выбрасывают в воздух так много магмы и пепла, что целые штаты оказываются погребены под их остатками. В мгновение ока леса вокруг Килиманджара и Этны охватывает пламя, вулканическая лава несется по склонам, поглощая все на своем пути. В Вандах и Гималаях воздушные массы смешиваются с раскаленным пеплом. Каждое извержение вызывает локальные цунами, землетрясения и многократные обвалы. Даже в самых далеких уголках планеты, где вулканы спят тысячелетиями, Земля раскрывает свои недра и выбрасывает наружу газы, пепел и лаву. И даже те, кто ни разу не видел вулкана, ощущают, будто сама Земля превратилась в гигантский котел, из которого вырываются языки пламени. Но на этом апокалипсис только начинается, ведь самые ужасные последствия, которые мгновенно накроют поверхность планеты, проявят себя уже в ближайшие минуты. Пламя лавой и гигантские языки огня. Как выглядит Земля в первые минуты... Первые минуты после одновременного взрыва всех вулканов выглядят как сцена из другой реальности. По всей планете из трещин и жерл вырывается поток лавы. Огненные реки моментально захватывают города, поля и леса. Раскаленная масса движется с невероятной скоростью, поглощая здания, дороги, мосты, автомобили на своем пути. Гигантские фонтаны лавы выстреливают вверх на десятки тысяч футов, создавая пылающие облака, от которых не спастись ни в одной точке Земли. В атмосфере раздаются непрерывные взрывы, каждый из которых сопровождается ослепительными вспышками. Пламя и клубы черного дыма видны на многие мили вокруг. Вблизи эпицентров извержений температура повышается до такой степени, что металл плавится, а асфальт закипает прямо на глазах. Крупные мегаполисы, расположенные рядом с вулканами, буквально исчезают под раскаленной лавой за считанные минуты. Многоэтажные здания рушатся от жара и сотрясений, а стеклянные фасады плавятся, стекая потоками по стенам. Деревья вспыхивают мгновенно. Леса превращаются в гигантские костры, жар от которых ощущается даже на расстоянии нескольких миль. В подводных районах, таких как Тихоокеанское огненное кольцо, раздаются чудовищные взрывы. Огненные шары, сотканные из пара, лавы и пепла, выбрасываются из-под воды, создавая огромные кратеры на поверхности океана. Прибрежные города сталкиваются с чудовищными волнами, рожденными взрывами и обвалами пород на морском дне. Пар устремляется в небо, смешивается с пеплом и газами, создавая ядовитые облака, которые движутся по ветру. Тем временем, тысячи мелких и крупных вулканов выбрасывают невообразимые объемы пепла, камней и горячих газов. В некоторых местах толщина слоя выброшенного материала достигает нескольких футов уже в первые минуты. На дорогах, крышах и даже в самых защищенных убежищах скапливается плотный слой раскаленного пепла. Люди, оказавшиеся на поверхности, видят, как небо затмевается и становится темнее с каждой секундой. Транспорт останавливается, самолеты не могут взлететь или приземлиться, видимость падает до нуля. Даже те, кто находится в зданиях, ощущают, как волны жара проходят сквозь стены, а воздух наполняется запахом серой гари. Воду в реках и озерах нагревает настолько сильно, что по поверхности идут клубы пара. Все живое, оказавшееся рядом с потоками лавы или под облаками раскаленного газа, гибнет практически мгновенно. Но за этим огненным ужасом надвигается следующий катастрофический этап, который изменит не только все живое, но и само лицо планеты. Уже в ближайшие часы атмосфера начнет меняться до неузнаваемости. Атмосфера превращается в кошмар. Пепел, токсичные газы и тьма. Пока пламя и лава продолжают бушевать на поверхности, в атмосфере воцаряется настоящий кошмар. В течение первых минут после взрывов вулканов по всему миру в воздух поднимаются триллионы тонн вулканического пепла, сернистых газов и микроскопических частиц. Небо, еще недавно озаренное огненными вспышками, теперь затягивается густой завесой. Видимость снижается настолько, что даже на расстоянии вытянутой руки становится невозможно разглядеть детали. Плотные слои пепла, поднятые в высшие слои атмосферы, начинают медленно оседать обратно на Землю, покрывая все вокруг серой липкой массой. Одновременно с этим сернистый газ и диоксид углерода образуют плотные облака, которые разлетаются по планете вместе с ветрами. Местами концентрация токсинов достигает смертельного уровня, так что каждый вдох становится испытанием. На улицах крупных городов, где люди надеялись найти укрытие, воздух становится настолько едким, что даже сквозь закрытые окна и двери проникает запах серы и металлический привкус. Влажные полотенца или маски, которые могли бы задержать часть пыли, тут почти бесполезны. Микроскопический пепел проникает повсюду, раздражая дыхательные пути и вызывая кашель. Остаток скапливается на крышах и деревьях столь быстро, что многие строения не выдерживают ее веса и рушатся. Электричество пропадает. Линии электропередач разрушаются под тяжестью осадков и молниями, которые все чаще сверкают в густых пепельных облаках. Вода, оставшаяся после первых волн жара, становится непригодной для питья. Она наполняется растворенными минералами и кислотой, а плавающие в ней частицы превращают каждый глоток в опасность. Даже днем на планете царит мрак. Слои пепла в атмосфере настолько плотны, что солнечный свет едва пробивается сквозь них. Температура воздуха резко падает, но улицы все равно остаются в ловушке токсичных облаков. На всей поверхности планеты начинается кислотный дождь. Капли, насыщенные серой, разъедают металл, пластик и все живое на своем пути. Звуки становятся приглушенными, а небо превращается в сплошную серую стену. Птицы и насекомые, потерявшие ориентиры, сбиваются с привычных маршрутов. Вода и пища исчезают, вся экосистема планеты оказывается отравленной и покрытой толстым слоем пепла. Даже самые надежные фильтры и запасы не спасают укрывшихся людей. Углекислый и оксид серы стремительно заполняют даже герметичные помещения. Вулканические молнии в таких условиях становятся обычным явлением. Разряды бьют между слоями облаков и землей, поджигая все, что еще могло уцелеть. И в то время как атмосфера превращается в смертельную ловушку, изменения в погодных условиях и солнечном освещении, начинают запускать совершенно новую цепочку катастроф, затрагивающую каждый уголок планеты. Падение температуры и глобальная зима. Сможет ли кто-то выжить? Как только вулканический пепел окончательно захватывает небо и полностью блокирует солнечный свет, вся поверхность планеты начинает стремительно остывать. Уже через первые несколько дней температура воздуха падает почти на 40 градусов по Фаренгейту, превращая даже теплые регионы в зону глубокой зимы. Лишенные солнца, растения перестают производить кислород. Листья чернеют и опадают, поля и леса укрываются плотной ледяной коркой. Вода в мелких озерах и реках замерзает, а крупные водоемы покрываются толстой ледяной коркой. В городах срываются системы отопления и водоснабжения. Трубы лопаются под напором замерзшей воды. На улицах и внутри зданий становится холоднее, чем в морозильной камере. Ослабевший солнечный свет не пробивается даже днем. На всей земле царит полумрак, а ночная температура опускается до экстремально низких значений. Люди, оказавшиеся в подземных укрытиях, пытаются согреться собранными заранее запасами одежды и топливом, но даже массивные бетонные стены не спасают от проникающего холода. Любые попытки развести огонь внутри убежищ быстро заканчиваются из-за дефицита кислорода и высокой концентрации углекислого газа. Воздух становится тяжелым, каждое дыхание дается все тяжелее, а попытки выйти наружу приводят к мгновенному переохлаждению. Плотная завеса пепла не рассеивается неделями и даже месяцами. Замедляется круговорот воды. Осадки выпадают в виде густого грязного снега, насыщенного кислотой и вулканическими микрочастицами. Даже в укрытиях люди сталкиваются с нехваткой чистой воды, сход загрязненного снега, либо фильтрация насыщенных ядами осадков практически невозможна без специального оборудования, которого никогда не бывало в массовом доступе. Животные гибнут от холода и отсутствия пищи. Пастбище и леса покрыты слоем пепла. Травоядные не могут прокормиться, а хищники быстро теряют свои последние источники еды. Птицы умирают от переохлаждения или не способны ориентироваться в вечной темноте. Через несколько недель большая часть млекопитающих исчезает, а под землей остаются лишь редкие насекомые и бактерии. Все живое зависит от солнца, но теперь оно будто исчезло навсегда. Даже глубокие слои океанов начинают остывать, а вода насыщается растворенными ядовитыми газами. Остается только наблюдать, как на всей планете формируется так называемая вулканическая зима. Глобальная катастрофа, в которой почти никто не может выжить. Но пока на поверхности бушует мороз и царит вечная ночь, под водой и в глубинах Земли начинают происходить куда более странные и разрушительные процессы, которые еще сильнее изменят лицо планеты. Океаны, которые закипают. Химические реакции по всему миру. Пока на поверхности продолжается бесконечная зима и почти не видно солнца, в океанах начинается не менее пугающий апокалипсис. Миллиарды галлонов раскаленной лавы и магмы со всех подводных и прибрежных вулканов обрушиваются в воду, вызывая моментальный выброс пара и чудовищное повышение температуры. В некоторых районах температура воды растет настолько быстро, что океанские слои кипят, буквально превращая целые участки моря в гигантские котлы. Облака пара поднимаются на мили вверх, смешиваясь с вулканическим пеплом и газами. Молекулы воды сталкиваются с раскаленной лавой и на глубине начинается акваметановый взрыв. Скопления метана, столетиями спрятанные в морском дне, высвобождаются в атмосферу. Воздух наполняется взрывоопасной смесью пара, сероводорода, оксида, серы и метана. Каждый такой выброс способен вызвать новые взрывы или даже локальные пожарные шторма прямо над поверхностью океана. Химический состав воды меняется за считанные часы. Огромное количество растворенной серы и металлов превращает океаны в ядовитую смесь, в которой не сможет выжить даже самая устойчивая к экстремальным условиям рыба. Миллионы рыб, моллюсков и планктона гибнут почти сразу. Вся экосистема рушится от ужасающей концентрации токсинов. Акулы, киты и другие крупные животные выбрасываются на берега в надежде спастись, но находят лишь гибель в кислотных волнах. Вместе с этим извержения выбрасывают в океан огромное количество диоксида углерода. Под действием жары и давления вода насыщается диоксидом, что вызывает резкое закисление. Уровень pH падает до опасных значений. Коралловые рифы, привычные к чистой воде, разрушаются буквально на глазах. Вся подводная флора погибает. На поверхности океанов появляются химические аномалии. Огромные пятна воды окрашиваются в желтые, зеленые и красные цвета за счет растворенных минералов и металлов. По побережьям от Мексиканского залива до Средиземного моря распространяются смертоносные волны кислоты. Океанический ветер разносит едкие пары на сотни миль вглубь материка, сжигая листву, разъедая металл и отравляя все живое на своем пути. Тем временем в глубинах морей начинают происходить новые чудовищные реакции. Высвобождающийся метан и другие горючие газы поджигаются от соприкосновения с раскаленной лавой. В ряде мест происходят подводные взрывы, которые вызывают огромные волны, разрушая побережье и сметая все на своем пути. Морские течения останавливаются. Миллионы тонн пепла и твердого мусора засоряют воды, выводя из строя привычную циркуляцию. Вода, которую раньше можно было фильтровать или дистиллировать даже в экстренной ситуации, теперь становится смертельно опасной. Даже пройдя через несколько фильтров, она насыщена кислотой, серой, тяжелыми металлами и радиоактивными продуктами из глубин Земли. Не только океаны, но и все реки, озера и подземные источники превращаются в смертельную смесь. И пока вода, когда-то дававшая жизнь, теперь несет только разрушение, катастрофа накрывает уже тех, кто сумел выжить в первые дни апокалипсиса. Теперь под угрозой буквально все обитатели Земли, от самых крошечных бактерий до людей, пытающихся спастись в своих убежищах. Животные и люди. Что случится с обитателями планеты? Вулканические газы заполняют даже самые глубокие подземные укрытия. Кислород вымывается из атмосферы, а каждый вдох насыщается токсинами. В больших городах люди, укрывшиеся в подвалах и бомбоубежищах, изо всех сил пытаются задержать неизбежное проникновение пепла и газов. Маски для фильтрации воздуха быстро засоряются, фильтры воды выходят из строя, влага становится слишком кислотной, чтобы быть хоть как-то пригодной для питья. Те, кто пытаются покинуть убежище в поисках ресурсов, сталкиваются с мгновенной гибелью. Ледяной холод и дефицит кислорода парализуют за считанные минуты. Даже в герметичных помещениях начинается удушье. Запасы воздуха истощаются, а вентиляция только затягивает внутрь новые порции ядовитых облаков. Животные, обитавшие в лесах, уже не могут отыскать пищу. Все растения сметены пеплом, травоядные гибнут первыми. За ними, лишившись добычи, умирают хищники. Мигрирующие стада, которые обычно спасались бегством от катастроф, на этот раз сталкиваются с замерзшими реками и кислотным снегом, который прожигает их копыта. В некоторых местах животные сбиваются в маленькие группы, пытаясь спрятаться в руинах, но даже там им не укрыться от холода и отсутствия кислорода. Ближе к океану последние обитатели пляжей и прибрежных районов, крабы, птицы, даже крупные хищники сталкиваются с наступающими волнами кислоты. Обожженная кожа, разъеденные глаза и легкие, отсутствие пресной воды – все это делает смерть быстрой и мучительной. В пустынях и горах обитатели вроде змей, ящериц и насекомых попросту замерзают, а уцелевшие насекомые погибают от нехватки пищи. В городах последние люди с трудом пытаются общаться друг с другом через запотевшие, покрытые сажей окна подземелий. Ручные приборы перестают работать, аккумуляторы разряжаются быстрее, чем когда-либо, так как электричество уже не подается. Связь теряется и на гигантских пространствах воцаряется тишина, нарушаемая только редким гулом вулканических взрывов. С глубиной под поверхностью шансы на выживание выше, но даже в шахтах и пещерах воздух становится все хуже, а температура опускается ниже нуля по Фаренгейту. Последние выжившие мучительно борются за каждый глоток воздуха и каждый кусочек, пригодный для еды пищи. Но с каждым днем становится ясно – возвращение привычной жизни не предвидится. В это время бактериальные колонии, способные выносить даже такие экстремальные условия, выживают в глубоких трещинах горных пород и химических оазисах на дне океанов. Некоторые микроорганизмы начинают мутировать, приспосабливаясь к ядовитым газам и ледяной тьме. Они становятся единственными обитателями планеты, пока на поверхности исчезают последние признаки привычной жизни. Но даже под землей температура и кислотность постоянно меняются. И никто не знает, смогут ли эти крошечные создания когда-либо снова вдохнуть жизнь на новую опустошенную Землю. В глубинах планеты вулканическая активность все еще не угасает. Новые химические реакции запускают фазу долгосрочных изменений, которые превратят Землю в неузнаваемый мир. Что же останется от привычной планеты после такого тотального катаклизма и будет ли у нее хоть какое-то будущее? Будущее без будущего. Какая Земля останется после тотального извержения? Когда шум последних вулканических взрывов сменяется глухим безмолвием, Земля уже больше не похожа на прежнюю планету. Поверхность полностью покрыта толстым слоем затвердевшей лавы, перемежающейся пеплом. В некоторых местах этот слой достигает нескольких сотен футов, скрывая под собой прежние ландшафты. Бывшие города едва угадываются по застывшим в потоках лавы силуэтам зданий, мостов, металлических конструкций, которые чернеют и постепенно разрушаются под действием кислотных дождей. Воды, океанов и морей теперь в большинстве своем представляют из себя мутную ядовитую жижу, наполненную остатками погибших морских существ и огромным количеством токсичных соединений. Берега исчезли, их место заняли непроходимые отложения серной и металлической массы, окаменелых остатков кораллов и обугленных водорослей. Атмосфера, насыщенная сернистым газом и диоксидом углерода, плотная и тяжелая. На горизонте никогда не появляется солнце. Даже спустя многие годы после катастрофы небо остается серым, а дневной свет настолько тусклый, что не отбрасывает теней. Дождь выпадает редко, чаще в виде едкого кислотного тумана. Снежные осадки не тают, а скапливаются слоями грязного льда, перемешанного с пеплом. Почвы мертвы из-за высокой кислотности и отсутствия микроорганизмов. Вся поверхность планеты стерильна и непригодна для роста даже самой выносливой травы. Подземные воды и глубинные реки перенасыщены железом, серой тяжелыми металлами и кислотами. Старые источники пресной воды исчезли. Реки превратились в ржавые потоки, течением которых несутся обломки окаменевших коряк и мусора. Океанские течения остановились, вода застаивается и быстро становится непригодной для жизни. В кратерах бывших вулканов бурлят горячие источники, в которых пешком можно свариться за пару секунд. Никаких следов крупных животных или людей, только редкие покореженные останки, погребенные под слоями пепла. В пещерах и недрах на глубине в десятки миль еще какое-то время сохраняются отдельные колонии бактерий и примитивных организмов. Они питаются химическими выбросами, медленно мутируя и подстраиваясь к экстремальной кислотности и температуре. Под слоем вулканического стекла, образовавшегося в результате быстрого остывания лавы, формируются новые минералы и кристаллы. На это уходят столетия, а поверхность планеты преобразуется в непроходимое захолусье из окаменевших полей и новых горных массивов. Далеко в атмосфере продолжается медленный осадок частиц пепла. Даже спустя десятилетия с неба все еще оседают микроскопические хлопья, поднимаемые ветрами с давно застывших лавовых полей. Вулканические кратеры время от времени выбрасывают в воздух остатки горячих газов, формируя новые локальные катаклизмы. Земля превращается в бесплодную замерзшую планету, где ни одно существо не сможет дышать без сложных фильтров и защиты. Растения и животные полностью исчезают. Их место занимают редкие скопления экстремофильных бактерий, способных выживать там, где концентрация кислот и металлов смертельна для любой другой формы жизни. За короткий исторический миг вся биосфера планеты оказывается уничтожена, а сама Земля напоминает нечто среднее между Венерой и Марсом. Остатки цивилизации вскоре растворяются среди лавовых полей и затвердевших потоков грязи. Наступает период абсолютной тишины и неподвижности. Ни одного звука, ни одного движения воздуха. На месте некогда шумной живой планеты остается лишь хрупкий и пугающе пустой шар, окутанный ядовитой атмосферой и вечными облаками пепла. Все, что когда-то было известно как Земля, исчезает, уступая место миру, в котором больше нет будущего ни для людей, ни для животных, ни для самого обычного листка зеленой травы.